Друзья мои, это довольно-таки большая честь. Рядом со мной сидит симпатичная, интересная девушка. Девушку зовут Анна Хачатурян. Правильно? Хачатурян, да. Хачатурян, для американцев, наверное, твое имя сложно выговаривать, потому что у меня есть друг по имени Шварцовский. И им сказать слово Яша Шварцовский очень сложно. Анна Хачатурян, тоже не накажет. На американский голос, наверное, сложно проговаривать. Но ты коротко не укорачиваешь имя, ты оставляешь так, пусть тренируются, да? Ну, можно сказать. Тебя сложно некоторые, наверное, английские слова произносить, и пусть им будут сложены армянские слова. Девушка, как вы понимаете, потому что я похожа немножко на армянина, но я не армян, а ты настоящая армянка, правда? Да. Вы знаете, Анна приехала, ну, как вы понимаете, с Арменией, наверное, с Еревана, да? Да, я из Еревана, в Нью-Йорке я уже как шестой, шесть месяцев. Шесть месяцев. Тебе, наверное, нравится пока еще. Да, очень. Окей. Вы знаете, Анна интересна тем, что Анна художник и артист, артист разноплановый. Анна, насколько я знаю, делает работы с фотографами, но сама не фотографирует. То есть ее все работы, вот мы, можно достать, показать людям. Вот. Работы, я так понимаю, сделаны в 7 сентября, она демонстрирует. Вот. Я не знаю, я сделал тейк или нет. Вот, давайте покажу вам, чтобы я знал, а что мы снимаем. Вот. Есть. И, видите, мы поговорим об этих работах. Просто я хотел вам показать, чем она занимается. И человек, который сидит рядом с нами в душевой, его зовут Марк. Он является спонсором Анны. Он ее, как бы, 6 лет боролся, чтобы привезти в Америку, как профессионального художника. Скажите, как вы попали в Америку в лагере Марку? Зачем вообще? Ну, эта вся история началась около 6 лет назад, когда я стала выставлять свои самые первые фотографии в Facebook. И можно сказать, что ничего не происходило. Вот. Вот я никогда не делала никакие коммерческие работы. Почему? Ну, для начала я из довольно-таки очень такого маленького города, из маленькой страны, где можно сказать, что... Ереван — это маленький город? Или ты где-то рядом с Ереваном жила раньше? Нет, я имею в виду, что наша страна, она, как бы, маленькая. И индустрия, ну, арта, шоу-бизнеса, она не так развита, как, например, в России. Ну, есть такие девочки, как Ким Кардаш, она тоже, как бы, армянка. И достаточно много знаменитых армян есть в мире. Да, ну, она родилась и жила в Америке, а я родилась в Ереване и жила в Ереване. И можно сказать, что... Не могу сказать, что вот я выставляла фотографии, и вот сразу вот меня заметили, или я там за ним была очень активной. А всё это случилось на протяжении, когда я стала... Я слушаю, я просто пытаюсь звук выключить на телефоне, чтобы не мешали. Когда я стала, да, выставлять вот эти свои первые фотографии, и ко мне появилось какое-то внимание, вот из Грузии. А почему, как оно появилось? Ты стала какую-то методату, какие-то интересные, важные люди обратили внимание на тебя. Почему? Вот не было и стало. Да, ну, потому что я хочу сказать одно. То есть этого внимания не было у меня в стране, потому что для них это было слишком как-то непонятно. То есть дома тебя не восприняли, а за границей увидели здравое зерно. Можно сказать, что для за границей это было что-то такое сумасшедшее. Тоже я не думаю, что, конечно, все понимают, но для них это было что-то такое, такое очень креативное, непонятное, что-то новое. А почему, как ты думаешь, вот то, что Армения находится как бы не в центре мировой политики, может, это повлияло, что ты имела возможность самостоятельно что-то придумывать в своем направлении, нежели смотреть, что модно в Америке или в Европе. Потому что очень много крупных дизайнеров приезжают, их находят в маленьких деревушках, в маленьких местах. У них свое мнение, свое видение. Если человек вырос здесь, в Нью-Йорке, и он под впечатлением больших брендов, как Аколы или Филипп Морриса, то они следуют видеть, что здесь им очень тяжело быть креативными, сделать что-то уникальное, другое. Но если ты вдалеке от этого всего мира, то ты имеешь возможность, просто не зная сама по себе, изобрести что-то отличное. Потому что если ты посмотрел, как делают большие знаменитости, ты стараешься что-то делать в подобное, в хвосте, то есть как-то от этого отталкиваться. Это как якорь является. А не зная об этих больших монументальных работах, ты можешь быть креативным в своем образе. Да, я с вами совершенно согласна, потому что мне кажется, именно так и все началось, когда, не имея никаких знаний в сфере режиссера или фотографии, или дизайна, я стала вот это все придумывать. И люди говорили, что то ли это фэйшн, то ли это арт, то ли это кино или театр. Они вот сравнивали. И я тогда стала понимать, что, наверное, я сделаю что-то интересное. Хотя многие говорили, что фотографии какие-то сумасшедшие, какие-то непонятные, агрессивные. Но я поняла, что... Ну, если они вызывают эмоции, это важно. Если они проходят мимо, indifferent, то это очень плохо в искусстве. Люби меня или ненавидь, но имей какое-то чувство к работе. Если человек проходит мимо, наверное, оно малоинтересно. То есть то, что вызываешь даже агрессию, тоже является неким, ну, возможностью общаться с аудиторией. И можно сказать, что я поняла, что мне нужно продолжать это всё делать. Я делала. Можно сказать, каждую неделю у меня была новая фотосессия, которую я выставляла. А как ты это всё спонсировала? Родители тебе помогали? А без каких-либо денег я это всё снимала. Ну, людям надо кушать, как-то же существовать. Это всё место, участники всё имеют некую ценность. То есть как ты это всё умудряешься собирать? К сожалению, всего этого не было на моих съёмках. Одежда, которая была на модели, принадлежала либо моей сестре, либо моей маме. Что-то я там доставала из дома, могла унести... Ну, как ты убедила свою сестру, маму помогать во всём этом? Почему он не сказал, стань доктором, стань юристом, делай что-то полезное? Каким образом тебе удалось их... Чтобы они были твоими друзьями, соратниками? Потому что они увидели, что ко всему этому есть какое-то внимание. Мне кажется, именно это стало причиной. То есть если бы никто бы не обращал внимания, наверное, тебе бы это не досталось. То есть благодаря аудитории, которые смотрят, ты получила поддержку семьи в какой-то степени. Да, можно сказать и так. Друзья, пожалуйста, лайкайте и фоллое этой девушке. Тогда она будет больше получать поддержки от её родителей, близких, наверное. Видите, это важная корреляция. Ну-ну. А как ты попала в Америку? Мне стала писать девочка из Грузии, из Тбилиси, которая тоже была художницей. И она сказала, что она хочет заниматься моим промоушеном. Почему? Для чего ей это нужно? Ей было... Ей это всё очень нравилось. Она, можно сказать, что в какой-то период очень меня так excited. Да. И она мне говорила, что ты должна снимать, ты должна делать. Это всё очень интересно. Я к этому периоду даже стала... Уже начала снимать ещё и видео, то есть фэшн-видео для дизайнеров. И она стала делать всякие посты. И благодаря ей мои фотографии попали в пианале в Индию. Я попала на вот эту большую выставку в Индию. Они даже мне отправили билет в Индию, чтобы я бы поехала бы туда. Но, к сожалению, я об этом узнала уже очень поздно, что у меня есть такая возможность поехать и быть, и принять участие в этом пианале. Но после этого она мне написала однажды, что вот твоё вот это видео, которое ты сняла, вот это фэшн-видео. Один фотограф, очень известный, в Нью-Йорке, я сделал пост у себя и написал, что он никогда не видел ничего такого креативного. И я была очень рада, потому что, когда я услышала Нью-Йорк, и это всё меня просто... Это было шесть лет назад. Да, это было шесть лет назад. Я ещё была на втором курсе в университете. Я поступила... По какой специальности ты училась? По режиссёру. Я, кстати, очень случайно туда и попала. Меня обманули, да? Ты режиссёр, то есть ты знаешь, как кабеля прокладывать, цветы, всё это? Или ты... Потому что у нас, скажем, это всё... Я вот, ты видишь, я и камеру знаю поставить, и свет, и звук, и перед камерой, и за камерой. То есть у нас всё это в креаторах, в Ютьюбе всё вместе связано. Если сказать, что у меня очень хорошо развита техническая сторона, то нет. Нет. Окей, может, в дальнейшем научишься. Потому что я вот сейчас больше занимаюсь классами. Я делаю мейкапы, прически. То есть я считаю, что я как фотограф, как филмейкер должен уметь разный... То есть я должен уметь накрасить своё... Может, не так шикарно, как профессиональный мейкап, но я должен знать, какой вид, какой лук, что я хочу, что это резко помогает. Скажем, если мой мейкап арт с ней пришёл, или что-то случилось, чтобы я мог продолжить произвести работу самостоятельно. В ссоре я тебя с моими введениями немножко отвлёк. Ну-ну, так вот ты приехала, попала в Америку немножко за 6 лет. И расскажи, мы с тобой говорили немножко на эту тему, очень интересно, как проходил процесс получения визы. Да, я ещё немного хочу... Давай-давай. К тот момент, да, когда это случилось, потому что то, как я познакомилась с Марком, да, с человеком, который мне помог, который меня спонсировал, и который действительно поверил в меня. И за... То есть я написала этому фотографу из Нью-Йорка, который сделал пост, и сказала, что я видела, что вы поделились моим видео, и я хочу вам показать свои другие работы, возможно, они вас тоже заинтересуют. И я ему отправила эти свои фотографии. Он мне сказал, что он хочет мне дать контакт одного человека, которого зовут Марк, у которого есть журнал Numbers 3 Magazine New York, что я должна вот написать ему. Да, я написала ему, я отправила... Он отдал мне адрес своего мейла, я отправила ему фотографии, и вот через, можно сказать, час, то есть Марк попросил общаться с ним по скайпу, и тогда он сказал, что он очень заинтересован стилем моих работ, он считает их новыми, свежими, и он хочет со мной работать. И вот с этого всё и началось, то есть уже в процессе мы получили информацию... Он подзнакомился с твоей семьёй, ты представил... То есть ты понимал, что это не человек, который там изнасилует, пристаёт, или там пытается с тобой как бы иметь отношение как с девушкой, он реально верит в твоё искусство, в креативную сторону того, что ты делаешь. И те месяцы, которые ты провела здесь, они не построены на каких-то других идеях, а это связано с реальным производством в области фэшн и вот креативных вещей, что ты делаешь. Да, да. Расскажи интересный момент, как ты визу получала, насколько... Да, у меня было 6 отказов в визе в посольстве, вот весь этот процесс Марк меня поддерживал, и не только он, довольно-таки известный... 6 отказов за 6 лет, то есть раз в год подавала? Да, я, можно сказать, что даже бывало так, что я в месяц 2 раза могла подать, но было, что я ждала 3 года для того, чтобы у меня пришёл бы ответ из-за миграции, и чтобы я бы опять подала на визу. Но это был не только Марк, который в меня верил, это были и другие очень известные профессиональные люди, которые жили и работали в Америке. То есть они подавали какие-то письма дополнительные, писали, просили, то есть рассказывали. Да, такие люди, которые работают в Голливуде, известные актёры, режиссёры. Все эти люди меня знали, они были заинтересованы, чтобы я была бы здесь, и я бы снимала. И да, они все меня поддерживали в это всё время. То есть вот эти вот письма, постепенно этот ком вырос таким достаточным, чтобы 6 месяцев назад Америка сказала, приезжай, мы в тебя верим, ты действительно талантлива. Если честно, я не считаю, что это случилось из-за писем, или потому что... А почему это случилось? Я считаю, что, наверное, просто должно было быть здесь, и пришёл вот этот момент. Если честно, это лишь личное момент. Друзья, наверное, есть смысл 6-7 раз подавать, то есть если вам отказали в визе, и вы по-прежнему верите в себя и в то, что вы делаете. Вот конкретно рядом со мной пример, который приехал сюда и доказывает, что это работает. Окей, давайте поговорим немножко, в принципе, последний мой вопрос, это про Марка. Кто он, почему вы ему поверили, как случилось так, что есть много опасных, неприличных, непорядочных людей, как ты выяснила, что он человек, которому можно верить, и который не украдёт тебя, не сделает никаких, не обворует, не украдёт твоё искусство? То есть как построены эти отношения были? Во-первых, знакомство с моей семьёй, всё время поддерживание взаимоотношений, это были звонки и всё остальное. И, то есть, разговоры с Марком вела моя семья, которая жила уже в Лос-Анджелесе, и они его очень хорошо знали, они знали, чем он занимается, что всё это правда, это не выдумка, что человек действительно находится в этой индустрии, что он работает с этими артистами, имеет очень большие контакты и связи, и, то есть, это всё было подтверждено. То есть, если вы хотите пройти похожий путь, как Анна прошла, наверное, если написать Марку, мы дадим координаты, и Марк поверит в вашу креативность, может быть, он и вас привезёт, правильно? Я считаю, что человек будет очень удачен, потому что, так как мне повезло, я желаю, что повезло каждому артисту попасть в Нью-Йорк и начать вот так вот общаться с этими людьми, которые находятся на таком профессиональном уровне, когда вы просто пришли из такого маленького города, и просто о вас никто не слышал и не видел, и вдруг вы там работаете с Netflix, или с HBO, или у вас калерия в Челси, и это просто, я думаю, мечта для каждого. Спасибо, друзья. Если у вас есть вопросы к Ане, вы хотите с нами сотрудничать, вы можете подписаться на наш канал, на мой, на Аннен канал, у нас раздельные каналы, вы можете лайкать, писать комментарии, и, может, мы вас пригласим в студию тоже, на интервью, и, как бы, может быть, если достаточно много будет отзывов, интересов к этому интервью, я буду рад оно и пригласить, и в другой раз. То есть я, конечно, принимаю решение самостоятельно, кого я хочу приглашать, кого нет, но, в принципе, подтверждение от разных других людей тоже помогает мне, как бы, решить, кто интересен для моей аудиенции, для тех, которые на меня подписаны и смотрят мои работы. Спасибо большое, что вы пришли. Спасибо вам большое. Смотрите, пожалуйста, следующее, то есть мы еще после этого будем записывать интервью с Марком, Марк, это будет, конечно, по-английски, но она расскажет, как бы, ряд других интересных вещей, которых мы не успели затронуть в русской версии. Друзья и господи, это как выключить форобуд. Я возьму один. Форобуд. И, конечно, это один из первых edition books на форобуд лайфхак written by мне. So, some of the notes from my book is following. It covers various subjects, like our perspective as the форобуд attendant, as the форобуд manager, as the форобуд owner, as the client. So, I'm looking at this from various points of view and from my personal experience. Chapters that I discuss here are following. I talk about marketing, set up, pricing, what else, the advertising, CO, and troubleshooting, what else, what to do during, after, before, safety reasons and stuff like that. So, let me give you a couple of pointers from the book. As far as the good context suggestions, get the phone numbers and emails for the DJ, and MC and photographers and venue owners, catering company if it's not a restaurant so they can hire you and those connections could be useful. Get a Wi-Fi name and password in advance so you don't have to do it when you come to the place they might not know or not have the right person at the time. You can set up a software prior to the event so you have the strip ready with the client so those things will save time. Setup time you need to find the best spot at the venue for the booth ask them where they would suggest and consider because the wires is important so when fall safety matters you need to consider where the best light will be so you want to use your light but also you might take advantage of the venue light especially if you film with the folks who have dark skin the better light really makes a difference you need to care about the power source and cord extension so not every place have lots of power stations so bring quite a few different ones so you need to charge your printer your camera and maybe some phone and stuff lights you do not want to give much chance for the people to knock off the booth so make sure that you kind of cover the station so it's not on the way of the crowd when the people are moving I talk in the book about the pricing of the services let's say if Lady Gaga comes to the event and probably I would be willing to do the event for free to just advertise to her and talk to her but if it's average Joe I would have average pricing if the weather conditions can be also considered if it's cold in the winter it's rain so to carry equipment it's somewhere far in the park those things matters do they require insurance in the venue because if you put your plug-in in their lights and lights and the cables in the wall get burned down you might have expensive issue with insurance bad weather like a storm rain like major national disasters might affect the events so those things also makes a difference on pricing and consider those with the consolation policy and details if you have a busy location like me town Manhattan and then perhaps you have to charge extra for the parking and tolls and gas and travel time so make sure that you think if the event is only two hours you might take it three hours one way in three hours another way plus maybe an hour or two looking for parking and carrying stuff location so not all events are the same if the event is on Christmas day or new year or busy day when everybody wants to get married that also makes a difference in priority those days when you can charge full price or even higher pricing than regular week days when there are no gigs for the photo booth if you book on that day the client might want to take the job and charge you know cost that might cancel production if the client yes if the client is booking you on the same day that's a very very short notice so that also could be considered you know important if a client cancels on you on the last minute which often happens people cancel the parties people you know lose jobs or someone dies or in a family or something so you need to have those deposits you know considered in that time because you cancel someone else and then the first gig doesn't come into place find equilibrium what's fair for everyone for you and for the client and so you can still make money you do not work at the cost you have to make a profit it's still business right consider equipment brakes car brakes you need to price all that in marketing effort also has to be priced and if you spend time marketing for your services that's also time that you need to get paid if I sell photography service for good money like let's say 1500 and up I would be willing to throw a photo booth for free as maybe a free service I would sell photo booth to high-end photographers and filmmakers as additional perk so they can offer that as part of their production if I do photography for $500 for example I would charge additional $100 for simple tablet booth with no printer that might also work because I just put it it doesn't take much work to set up and take care of it if I would sell it as a standalone service I might start with $200 and up for example for the printer services I would charge maybe additional $100 because so basic two hours with the printing and DSLR starts like $300 and up if attendant there I might charge additional $100 and up so all those things come into consideration the props again burned and used and stolen and broken so you need to consider all those things when you do the pricing we can custom price depends on the road conditions if it's a busy season or particular day like I kind of covered it it's Christmas everybody wants to be home with their loved ones so you can charge more for those days when you really want to be with your family let's say weddings are often in August so it's a high season you might charge more on those days so end of December busy like holidays parties and that's when the most gigs take place for the photo boot as far as the okay let's do it as a separate one ladies and gentlemen this video is how to find freelance gigs as new photographer and filmmaker and when you apply for the work with experience of producer photographer filmmaker make sure that you have your equipment list written down whether you have a car or what kind of car like SUV or regular car sedan light sound drones etc all that matters what other skills you possess like editing might come handy even if you apply for something else because sometimes you need to do more than one gig skill at the set so those things might help you to get selected let's say if you are photographer but you also can do DJ that that's additional skill that matters because what if DJ doesn't come so you can cover the DJ station or let's say if you can do light or you can do sound and you can do cables all those additional skills are helpful on production even if you're not going to use them just to have those that party that hires you know that you have those things under your belt makes a difference post on various social media platforms your best work and what do you want to would want to so people want to work with you like Instagram Facebook YouTube so have different some people don't have Facebook like lawyers doctors usually like big professionals who have substantial budgets they don't go to social media they don't have social media that's not something that they do but they have big budgets so you might want to reach out to them in the traditional media create separate pages for each field like wedding photography separate from portraits product photography have specific portfolio for each topic selected have one place where you can glimpse it all of them together so like if you if you're doing the wedding photography or fashion photography or product photography have a portfolio for each one separate pages that way people don't have to see your landscapes and stuff that's not relevant to this like if you want like a newborn babies that's what you show the portfolio for newborn if you want to do the bar mitzvah so show the bar mitzvah portfolio so people know that you nail down quite a few of those and you know the location poses and you have all that attend many can see that you have cool equipment brackets different rigs all that stuff make them want to hire you for the gigs that they might have work with someone famous even if the pay is not good to get experience exposure see what they do right why they are famous why they have those that many gigs plan things in advance do your research use free things like friends help non-profit space like YouTube space bricks consider the budget so use free equipment be resourceful even if you don't have all the pieces try to figure out if you can collaborate with someone who does have those scout locations that's really important if you know lots of different locations lots of places to film and produce that it's a helpful skill and knowledge to have collaborate with others of course not every production could be done on one man or one woman production so have a crew have friends surround yourself with people who have those gigs so they can invite you and you can invite them for the jobs and find vendors to work with you like makeup and hair and other folks who do not what you do so you can feed of each other and advice and help each other hopefully those advice and those points have been useful if you like any of those give me a call or write or email comment subscribe to my channel I'll be grateful hopefully we can film together next episode take care done and we'll